всех кто интересуется картами таро я будучи на больничном залезла в youtube и посмотрела несколько видео касающихся карт таро эры водолея хотелось бы немножко сказать в защиту этой колода я не хочу сейчас говорить о качестве карт и прочее да мне вообще эта колода очень нравится ну как сказать конечно на если гадаешь кому-то там на видео она немножко такая не презентабельная все таки конечно какие-то морская детские рисунки и прочее но она очень-очень говорящая я всегда ею пользуюсь вплоть до того что вот недавно мне нужно было идти в салон салон новый кому идти тоже не знаешь да какой там парикмахер какая ты выйдешь оттуда и вплоть до того что я даже вот раскладываю допустим на одного парикмахера результат какой будет второй какой результат и в общем-то меня карты не разочаровывают они вот прямо тютелька в тютельку все говорят вот так же на них я гадаю вот своим близким в общем-то удивительные карта ну давайте рассмотрим значит первая карта это шут ну шут это оптимизм открытость тут все понятно карта маг тоже уверенность сила воли все как и везде верховная жрица это мудрость интуиция жрица здесь закрыта накидкой ну в общем понятно да карта императрица это помощь это материнство но единственное что вот я действительно согласна с теми людьми которые делали видео которое смотрела до императрица должна быть беременная это материнство а здесь она конечно выглядит некой офисной дамой немножко это как-то смущает конечно следующая карта император но это тоже поддержка лидерство все понятно верховный жрец верховный жрец это традиционные ценности и тут вот я хотела бы заметить что жрец находится не в помещении то есть не в церкви да а здесь именно вот единение с природой прямо вот такое духовное начало очень ярко выраженная следующая карта возлюбленные но это как обычно выбор причем тут интересно что змей уже без яблока то есть можно сделать вывод что влюбленные уже сделали свой выбор колесница очень интересная карта колесница это вообще движение вперед причем движение быстрая и хотела бы вот по поводу этой карты немножко задержаться поговорить вот посмотрите там на карте возничий он не на лошадях а мчится на сфинксах вообще сфинкс это символ восхода и заката перерождение и воскресения причем один фингс сфинкс белый это символ божественного света второй черный это символ препятствия почему черный потому что черный это какие-то препятствия и только через преодоление препятствий мы можем идти вперед двигаться вперед то есть человек должен держать контроль чтобы сфинкса двигались равномерно вровень иначе можно заехать куда-то не туда то есть карта очень интересная причем в руках у возничьего в правой руке меч в левой руке свеча это тоже символично следующая карта карта правосудия правосудие это справедливость карта отшельник отшельник здесь тоже немножко такой вот необычный да обычно во всех колодах он как-то идет вниз смотрит глава опущена подсвечивает сам себе дорогу здесь отшельник идет к нам навстречу и причем посмотрите у него открытая взгляд открытое лицо фонарь держит высоко то есть он не только себе освещает дорогу но и всем кому он движется следующая карта колесо фортуны ну колесо фортуны это поворот судьбы причем поворот я бы сказала что непредсказуемой здесь орликины они вот как бы балуются да и куда они крутанут земной шар они сами не знают то есть тут все непредсказуемо следующая карта карта сила сила это сила духа сила характера ржеволосое бестия оседлала льва и мчится до вперед карта повешенной тоже очень интересная карта повешено это переворот в сознании у меня это идет как обман через какой-то вот гипноз зомбирование да иногда бывает деменция то есть вот что-то с головой такое до переворот сознания туман в голове то есть это может быть через какие-то таблетки лекарства это может быть алкоголь но иногда бывает человек просто пересмотрел какие-то ценности и у него сознание тоже вот как-то перевернулось сознание да то есть и так и так бывает то есть ситуации были разные карта смерть ну смерть это смерть конечно здесь как бы точка невозврата перезагрузка но вот посмотрите за смертью будет праздник то есть ничего вечного не бывает все проходит и это тоже пройдет следующая карта тоже очень интересная на мой взгляд воздержание воздержание это созидание у меня несколько раз эта карта отыгрывалась как обращение к врачу то есть вот посмотрите здесь женщина она готовит снадобья дело в том что у меня реально подтверждалось несколько раз что люди либо обращались к врачу либо шли на больничной то есть но ничего такого серьезного там не операции ничего а именно вот как больница поликлиника ну вот такое следующая карта карт дьявол дьявол от искушение и посмотрите на дьявола он в руке протягивает шар и как бы говорит на возьми то есть он искушает предлагает то есть это явное такое вот искушение следующая карта карта башня тоже интересная карта меня здесь вот заинтересовала молния ну башня это уход от старого причем уход от старого через какое-то разрушение да пока ты не разрушишь ничего нового не будет так что меня тут заинтересовала заинтересовала вот это вот молния который попадает в корону и мне это напоминает фильм мастера маргарита помните как коровин говорит все так зыбко сегодня это лицо официально а завтра глядишь и не официальная то есть вот у меня такие ассоциации все зыбко все переменчиво следующая карта карта звезда тоже такая интересная карта сейчас расскажу что у меня с этой карты вот как она проигралась один раз правда звезда это надежда ко мне обратилась женщина у нее значит должны были родиться близнецы но это в консультации сказали врачи говорили да это было много лет назад и и этот вопрос беспокоит до сих пор куда делся второй ребенок вот и выпала карта звезда вот посмотрите держит два две чаши женщина да и за одной льется живая вода там цветок появился а вторая вода мертвая там ничего не появилось то есть вот такие вот ассоциации куда делся второй ребенок ну скорее всего что либо его не было либо он просто умер и ей об этом не сказали вот так проигралась эта карта следующая карта карта луна но это страх страх от неизвестности следующая карта карта солнца тоже такая радостная карта она и есть радость несет радость двое детишек мальчика в руке подсолнух у девочки бабочка они стоят за каменной стеной все солнечно все безоблачно все радостно карта суд ну суд это перемены обновления и призыв к переменам и и старших арканов последняя карта карта мир мир это радость радости достигнутого и эта карта на такого чувства что я на вершине мира вот в следующий раз я расскажу о своих ассоциациях по мастям если вам понравилось ставьте лайки будем продолжать спасибо